Добрый день! Сегодня у нас Сквайр. Сквайр от компании Чи и Мафанги. Это линейка бюджетных угловоломок серии Чи. И Сквайр называется Чи-Фа. Посмотрим. При открытии короткие нас сразу встречают достаточно объемные инструкции. Очень большая. Почти как ган. О, их тут две. Их тут две. А, видимо, на заводе расщедрились и положили их две штуки просто. Так что она не такая большая, как мне показалось изначально. Но здесь есть некоторые формулы для Сквайра. Надо будет посмотреть повнимательнее. Наверняка они какие-то полезные. Как обычно, с одной стороны по английски, с другой по китайски. Я одну инструкцию сразу отложу, чтобы изучить на досуге. А вторую верну обратно в коробочку. Инструкция есть. Это хорошо. Поскольку Сквайр я собираю весьма посредственно, возможно, что-то полезное я туда почерпну для себя. Хотя вряд ли. Что мы видим? Видим Сквайр. Он, кстати, очень похож по форме на X-Man. Сейчас я его достану и мы сравним. Вот Сквайр и X-Man. Цвета все очень похожи, но из-за матового пластика красный выглядит более розовым каким-то. Возможно, чуть-чуть потоньше средняя деталь и чуть-чуть побольше крайней слои. Сравним просто Сквайром от Чи, который не помню, как он называется. Здесь гораздо тоньше внутренние детали и больше верхней нижней слои. Поэтому я и сказал, что на X-Man похож. По расцветке. По расцветке по цветовой схеме. Он точно такой же, как все Сквайры, которые когда-либо выпускала компания MoFang. Если вспомнить, был какой-то, к примеру, Сквайр Юлонг. Юлонг. Не, у него такая же. Был Сквайр от компании MoFang, у которого цвета были наоборот. А, кстати, тут оно есть. Просто надо было перевернуть. То есть, можем посмотреть. Вот если маленькая деталька слева, здесь сверху желтый, а здесь сверху белый. Когда я его приобрел, я даже путался. Как бы можно эти цвета менять, но мне лень. Сквайр я не так часто собираю, тем более есть X-Man. То есть, у нашего Чифа стандартная цветовая схема, а значит, все хорошо. Из коробки достаточно тяжело крутится верхний слой. Нижний чуть полегче. Видимо, затянут. Ну, слайс нормальный. Видим, что внутри у нас, опять же, неокрашенный пластик. То есть, мы опять встречаем бюджетную головоломку с неокрашенным пластиком. Primary, Premium. То есть, как мы помним, в сквайре от X-Man тоже был неокрашенный пластик. В обычном сквайре такого не было. То есть, цветные детальки. Ну, и, соответственно, если брать какие-то сквайры других фирм, то тоже нет. Вот в сквайре от, что это? От Moffango, самым первым. Белый был пластик на средней детали. Ну, неокрашенный пластик, и это хорошо. Давайте немножко перемешаем. То есть, желтый у нас сверху. И если мне повезет, я его, возможно, даже соберу. А если не соберу, то вырежу. Чтобы вы не смеялись. Несмотря на то, что слои затянуты, вращать можно. Да, вполне вращабельная головоломка. Ну, я думаю, он приработается. И при желании можно снять вот эти крышечки. Да, не снимается, наверное, сейчас не будут снимать. Снять крышечки и ослабить. Главное, чтобы элементы не стали вылетать. Попробуем. С чего там, с кварта? Надо начинать. Так. Сделаем такую звездочку. Вот. Получим нечетный случай, который не факт, что я сейчас вспомню. И, на удивление, вспомню. Так. Соберем, наверное, желтые слова. Ситуация, которую я не помню, поэтому буду делать через два алгоритма. Так. Вроде алгоритм вспомнил. Значит, можно повторить. Каким-то чудом у меня есть на ВЦА сингл 42 секунды. Хотя в сквари я собираю очень-очень редко. И в некоторых случаях могу собирать в районе двух минут. Хотя в АВГ есть 1.07. Где-то так. Ну, до этой головоломки руки еще не дошли. Когда-нибудь в процессе. То есть, особенно, я не люблю вот такие вот ситуации, когда один слой собран, а этот нет. Значит, тут начинаю что-то изобретать. Так. Вот я что-то изобрел, но не то. Сделаем так. Да. Так, уголки у нас расставились. Будет ли паритет? Да, паритет будет. А куда же без него? Попробуем вспомнить. Нет. Да, паритет вспомнился. И это хорошо. Ну, осталось дособирать ребра. Коротких алгоритмов привела я, конечно же, не знаю. Поэтому будем постепенно. Так. И здесь я что-то уже не так сделал. Да. Неправильно нижний слой поставил. Так что здесь придется дальше немножко. Ну, заодно потестируем вращение. Ну, и финишная прямая. Так, вот он сквайр собрал. Осталось перевернуть эту детальку. И вот так. Ну, что могу сказать. Сквайр крутится. Сквайры можно собирать. Но его либо надо смазать, либо растянуть. Собирать можно. Может ли он конкурировать с X-Men? Нет. Не может. Он бюджетный. Этот топовый. Этот изначально из коротки значительно превосходил любой сквайр, который я когда-либо крутил. Ну, на то он X-Men даже на мой непрофессиональный вкус. Так что, ну, если попробовать сквайр как головоломку, можно купить вот этот бюджетный. Должен стоить совсем недорого. А так, X-Men стоит не так много. Можно начинать сразу и с него. Сквайр качается быстро, если его тренировать. Ну, пусть будет, как обычно. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока.